всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале на волне прямого эфира до только что завершила и решила воспользоваться моментом и записать расклад пока я как говорится готовы в рабочем состоянии в хорошем настроении расклад наверное сделаю такой мини расклад да вообще прямые эфиры для меня очень таким энерго заполняющие наполняющие я очень люблю когда передаю какие-то знания для меня прям вообще все что связано со знанием для меня это особая такая категория как я говорила в эфире состоянии прям это вот отдельная ценность до развития наверное стоит на втором месте после здоровья первое здоровье а потом развить или даже все это является совокупностью либо частью моей моего счастья но вот в общем хорошем настроении вот я выбрала и списка раскладов какой расклад для вас сделать я решила сделать расклад который изначально знаете если честно вообще не хотела его делать почему потому что мне показалось каким-то ну нестандартным потом думаю ну да ладно давай попробую сделаю какой-нибудь нестандартный расклад название вы его видели значит зачем мне изобилие позиции как обычно три голубенький красненький зелененький камешек три позиции выбирайте по тайм-кодом и мы с вами посмотрим зачем вам изобилие почему потому что обычно ну все стремятся хочу изобилие хочу изобилие вот либо эмоционального либо финансово здесь мы не будем делать разграничений в каждый вкладывает свой смысл в понятие изобильности ну давайте посмотрим зачем вам изобилие для тех кто меня однажды спросили какую позицию выбираете вы иногда я не выбираю позиции в своих собственных раскладах вот но если у меня есть желание я всегда выбираю позицию один да я всегда выбираю голубенький камешек либо первую позицию вот ну если вам интересно я загадаю для себя с чем мне вообще нужно изобилие хотя я себе считаю изобильным человека ну то есть человека который уже пошел к этому так отодвигаем позиция номер один голубенький камешек до первая позиция зачем вам изобилие сейчас мы посмотрим в таком состоянии которыми нахожусь что я смогу считать зачем вам изобилие ну во-первых если мы говорим изобилие о а финансах конкретно да потому что каждый укладывает свой смысл по первой позиции изобилия одну вам скорее всего деньги она вам нужно эмоции вам нужны потому что они вас наполняют финансы вам нужны потому что они для вас открывают какие-то возможности знаете здесь по первой позиции такое ощущение что в принципе вам миллионы миллиарды не нужны вам нужны деньги на какие-то конкретные вещи ваше вот понятие изобилия да то есть когда я изобилия когда у меня есть финансовые какие-то возможности я чувствую себя безопасным да то есть вот у вас понимание наличие большого количества денег во-первых дает вам безопасность с другой стороны вы знаете как в минусе вы как будто бы немножко ленитесь потому что это есть деньги то есть пока денег нет а вы представляете себе хочу вот это хочу вот это сделаю это сделает ну то есть как будто бы деньги вас мотивируют вот когда если вдруг неожиданно у вас будет сумма денег вы ничего не будете делать из того что вы сейчас делаете либо хотите хотели бы себе запрограммировать поэтому изобилие вам нужно для достижения каких-то конкретных целей больше для каких-то возможностей но я не вижу здесь что вы запрашиваете какие-то вот большие суммы наоборот большая сумма денег она вас как бы напрягала то есть у вас есть здесь другие ценности которые для вас более значимые нежели деньги я бы знаете так сказал вот эту вот фраза да с любимым и рай в шалаше отчасти она вам подходит почему отчасти потому что вы бы выбрали такой знаете добротный двухэтажный шалаш со всеми удобствами комфортом вот и тогда только с любимым шлаше то есть да если выбирать шалаш либо любимого да я выбираю любимого но и шалаш мне не чушь здесь вот такое так что еще хочу давайте посмотрим на таро ну вот выпадает душа да для чего вам нужно изобилие изобилие здесь знаете рыцарь кубков он в чем он такой эгоистичен немножечко в том что он я извиняюсь что я глаз у меня глаз лезится эгоистичен он в том что он держит этот кубок который он взял да в тузе кубков наполненный и он выбирает эгоистичность в чем заключается что он выбирает кому он отдаст этот кубок да безусловно это позитивный аркан это аркан движения я этот аркан называют душой то есть для чего вам изобилие для состояния вашей души на такое ощущение что это показатель вашей души когда вы изобильные значит как-то изобильна ваша душа то есть если у вас опять-таки если мы подразумевая под изобилием финансы потому что у меня здесь почему-то вот ваша позиция это именно изобилие это финансы это не что-то другое то это как будто бы показатель вот знаете вашей богатой душе то есть деньги это как будто бы эквивалент вашей богатой души а душа у вас действительно богатая вы очень чувствительные очень интуитивные такие знаете душевные люди то вот как раз таки финансовая изобильность это было бы как будто бы знаете вот показатель вы не можете раскрыть свою душу да нараспашку показатель смотри какая у меня богатая душа а вот как будто бы наличие денег это что вы можете приобрести на эти деньги да вот это было бы как будто бы для вас показателем насколько богата ваша душа потому что здесь ваше отношение к деньгам такое знаете вот очень интересное чувство что вы духовный человек и вам если допустим вам бы сказали прожить жизнь аскетично она духовно вы бы согласились то есть у вас не вызывает такой знаете вот какой-то вот минимализм но при этом наслаждение в этом то есть у вас как будто бы есть все что вам необходимо и вот что-то сверх вам как будто бы не совсем понятно а что с ним делать и и вот это вот сверх это больше приносит вам некий такой дискомфорт неудобства нежели комфорта вы любите комфорт поэтому вот слишком большие деньги они бы у вас и вызывали вы бы знаете вы бы не смогли их правильно во что-то инвестировать почему потому что по сути ваше желание они такого знаете ну вот какой-то духовной направленности где в принципе ну то есть вы цените доброту цените уважение а это такие вещи которые за деньги в принципе не покупаются да вот ну окей вы бы по путешествовали какое-то время да если вас были большие очень большие деньги вот а что потом ну то есть с ними надо что-то делать это вот но деньги финансы я так скажу это не ваш конек хорошо для чего еще вам нужно изобилие ну вот видите выпадает ирафон то что я и сказала вы человек который передаете знания возможно вы бы направили свой финансовый вот это вот и изобилия на передачу информации возможно построили бы школы построили бы какие-то обучающие заведения да может быть то все деньги вы бы так или иначе вложили в обучение если не свое то в передачу каких-то знаний другим людям да то есть возможно бы организовывали какие-то там не знаю ретриты куда-то ездили органы арендовали по помещении на это вам нужны деньги то есть здесь вот это вот изобилие одно дает вам как будто бы возможность и шанс передавать свои собственные знания передавать свой собственный опыт то есть опять-таки некая своего рода инвестиция лично для вас нет ну вот и выпадает еще два аркана аркан смерти и пашкубков с одной стороны вы бы просто залечили свои какие-то детские травмы с другой стороны это то что вот я вам говорила про безопасность то есть когда у вас есть большая сумма денег вы чувствуете себя расслабленным человеком и чувствуете себя в безопасности когда вы безопасности вы можете взаимодействовать иначе с другими людьми знаете это когда вы не можете дать отпор кому-то другому потому что другой человек имеет какую-то власть да он имеет силу ну вот допустим я не могу как-то вот нахабить либо что-то я не говорю потому что вы хотели бы это сделать но вот это вот ваше внутреннее ощущение да что когда у меня есть много денег у меня есть в кавычках своего рода власть да некий такой порог я чувствую себя безопасно более уверенной вот вам вот этой уверенности не хватает а деньги они как будто бы вам придавали это ну это мы понимаем да что это шаблон все-таки вот но иллюзорность такая уловка нашего ума но все равно она вам присущи и кстати изобилие с четырех арканов выпало два великих это все-таки показатель того что она вам важно ваше бы сознание изменилась ваша ваша жизнь бы изменилась она стала бы другой то есть отношение к жизни она бы стал другой орган смерти это всегда естественное завершение чего-то одного и начала чего-то другого вот с точки зрения духовности это некая такая инициация нашего сознания когда мы действительно переходим и он выпал на аркан эрофанта на более высокий уровень восприятия то есть знаете более бытовым уровнем чтобы вам сказать возможно вы бы смогли оплатить услуги более таких дорогих очень скорее всего дорогих мастеров до либо возможно у вас была бы какая-то возможность съездить в какую-то другую страну заплатить огромные деньги за то чтобы получить какое-то знание пройти какую-то инициацию то есть опять таки для вашего более больше духовного роста давайте еще раз прошу еще я чего вам изобилия ну выпадает шестерка кубков да это то что связано с чистотой связано с дружбой с прошлым что вас там с прошлым рыцарь жезлов знаете где-то хочется быть более храбрым каким-то таким человеком да больше более позитивным почему потому что возможно финансы они иногда вас грузят ментально ну то есть вам хочется больше заняться собой своим собственным развитием а вот иногда бывает такая нужда что нужно подумать как заработать где найти деньги это как будто бы вас отвлекает на самом деле это не отвлекает это просто переключает вас вот от того что вот и вы иногда можете циклиться на своем развитии на своих мыслях поэтому в этом тоже есть нечто позитивное но с другой стороны вам изобилие нужно для того чтобы отказать как-то вот свою доблесть на как-то свою храбрость позитив какое-то дальнейшее движение а куда вы как чему вы стремитесь тройка педаклей к чему вы стремитесь вот построение чего-то нового что вы хотите построить здесь аркан влюбленных так вы хотите с чем-то для себя определиться ну и пошла короче есть ситуация рассказывать о каких-то утратах что вы там утратили что вы там потеряли то есть знаете у вас просто серьезность та которая вас иногда гложет она бы ушла и у вас бы появилась больше радости вы хотите больше такой знаете беззаботной жизни легкой радостной а иногда приходится быть таким знаете серьезным то есть ну думать вот где дабы деньги и вот это для вас кажется то что вас грузит и хочется хочется какого-то праздника больше легкости ну конечно же когда есть деньги это все облегчает вот такой какой-то легкости и другого общения круг общения вам нужно обратить внимание на ваше окружение либо сейчас она подавляется либо у вас есть желание его обновить какие люди вам нужны такие же чувствительные эмоциональные как и вы и люди которые будут вас как-то знаете балансировать помогут вам исцелиться от ваших ран травм да чтобы вас не критиковали такие знаете вот хочется сказать нейтральные не то чтобы серой мышки а вот как-то нейтральный в общем видимо этап такой переходный он действительно исцеление нужно успокоение даже люди которые будут ваши эмоции вы видимо очень эмоциональный человек но за маской какой-то такой строгости легкости именно поэтому вам деньги нужны для как это ушел ушла загул до вернусь нескоро вот вам видим это свойственное вы просто держите себя иногда в ежевых рукавичках поэтому вам нужны такие люди которые вас больше бы уравновешивали до делали более ответственно выпал император сделали вас более ответственными знаете возможно вы мечтаете о людях которые имеют в себе какие-то организаторские качества и свойства императора как это построение какого-то бизнеса да вот вам бы хотелось чтобы вашем окружении были такие бизнесмены люди с деньгами вот вам как будто бы равняться нужно на их шик и лоск не в контексте того чтобы завидовать а в контексте что это вот ваш потенциал вы видимо чувствуете ощущаете вам хотелось бы чтобы в вашем окружении были вот такие вот предприниматели да люди как-то видимо вас тянет есть в них какие-то качества которые вам нравится и вы хотели бы в себе развить потому что вас есть это потенциал и вы тянетесь к людям с какими-то вот такими вот организаторскими способностями там где есть власть где есть управление там где прислушиваются ну потому что здесь император там верховный жрец то есть человек который умеет убеждать умеет говорить передавать знания такой знаете вот серьезность хотя в душе вы где-то еще маленький-маленький такой ребенок так это у нас была первая позиция дать император оставим а нет я все осталось потому что в тот раз не оставила и выполнили те же самые органы вот знаете так позиция номер два красненький камешек вам для чего нужно изобилие давайте сначала спрошу что значит для вас изобилие потому что первая позиция как-то больше с финансами ассоциировалась что для вас значит изобилие прежде чем я посмотрю карту для вас изобилие знаете это когда дом полная чаша дом полная чаша я имею ввиду когда еда есть почему-то для вас это очень важно чтобы никто не был голодный до чтобы вот холодильник был забитый а кухня очаг это вот центр вашего вашей вселенной не то что вы целый день на кухне проводите нет но еда это неотъемлемая часть как-то вот я не знаю как удовольствие что ли как проявление вашей заботы по отношению к другим людям вот здесь вот что-то связано с едой когда можем может быть люди собираются за столом за едой да у 10 какие-то вот большие семьи что-то такое либо желание приобрести большую семью чтобы вот по воскресеньям либо по выходным по праздникам все собирали за столом там разные поколения что-то такое поэтому изобилие для вас это вот теплота дом уюта но вот этот вот очаг ключевое слово очаг женщина поддерживает этот очаг и вот вокруг этого очага все собираются что значит для вас изобилие ухода от чего вы уходите своих желаний и приходите к чувствительности до короля кубков что значит для вас изобилие ну для вас вот изобилие это эмоциональное состояние это любовь и для вас изобилие это когда есть любовь наличие любви когда люди уходят от манипуляции когда люди уходят от того что ими как-то вот управляют возможно где-то от своей собственной ответственности и приходят более такому эмоциональному состоянию к состоянию принятия но вот для вас изобилие это когда ну вот я не случайно сказала про человека когда любовь вот когда есть любовь тогда я изобилие хорошо для чего вам эта любовь для чего вам нужно это изобилие ну так разделена две части расскажу сначала с бытовой точки зрения потом расскажу наоборот а потом сначала скажу с духовной точки зрения в контексте древа жизни более такого глубокого понимания а потом расскажу с точки зрения более приземленного для разного уровня людей так вот те кто проходил у меня курс древа жизни ну либо самостоятельно изучал есть древо жизни левая колонна это колонна строгости и на ней стоят два аркана это аркана отшельник и чуть выше аркан клесничего вот эти два аркана и выпали направленность аркана отшельника с точки зрения духовности да это осознанное жертвоприношение да то есть лишение себя чего-то во имя чего-то большего и колесничий это тот который подбирает вот эти вот то есть лишения которые были созданы во имя чего-то большего в данном случае во имя познания себя и когда вот это вот все лишнее уже отсеяно и остается суть то есть сила аркана колесничего фокусирует эту силу внутри себя и он четко идет к цели к цели именно к сфере бина она знает о том кто мы есть на самом деле то есть она несет информацию понимания кто я есть да кто кто я так вот вот эти два аркана не как раз таки находясь на колонии строгости они как раз таки и показывают путь то есть я хочу понять свою душу мне любовь нужна для чего с точки зрения опять-таки духовного роста аркан повешенного это второе орган инициации это когда мы это духовный урок непосредственно в понимание того что я прохожу трудности сложности вот это вот всю боль и я ее принимаю то есть я не являюсь жертвой обстоятельств а я осознанно принимаю все трудности все сложности которые встают на моем пути потому что я понимаю что благодаря и отсекаю все что мне не нужно и моя душа она как будто вы знаете закаляется она остается вот это вот суть основа и вот это вот эта основа является силой и эту силу я направляю на более высокие уровни до на уровень именно познание себя то есть проще говоря это когда люди уходят в осознанную аскезу лишают себя чего-то но они понимают что благодаря этим лишением они обретут намного больше здесь очень высокий духовный уровень по этому аркану если мы все-таки говорим о более бытовом более низком уровне на не все находятся на таких высоких уровнях но у вас запрос для чего мне нужно изобилие для любви если мы рассматриваем любовь с точки с точки зрения не не человека а именно безусловной любви на а это есть непосредственно свет есть творец абсолют то здесь по крайней мере вы стремитесь к этому состоянию если мы говорим с точки зрения людей на то есть эгоистической любви почему эгоистичной потому что любовь понятия людей это я тебя люблю за что-то я тебе это а ты мне вот это то есть обязательно взаимность должна быть когда нету взаимности тогда краски нас и появляется аркан повешенного страдания я страдаю ты меня не любишь взаимно хотя в понятии любви взаимности нету это общее состояние так вот для чего вам нужно изобилие для того чтобы прекратить жертвовать переживать ныть найти в себе силы и идти дальше по жизни двигаться то есть для вас любовь она является неким таким знаете вот мотиватором да опять-таки скорее всего даже поменяем слово любовь на слово влюбленность на слово гармонии эмоции вот вот эти бабочки они имеют такое свойство и сил когда их много до нести вас по жизни не быть жертвой не находиться в каком-то пассивном состоянии то есть они как будто действительно меняет ваше сознание вы начинаете смотреть на вещи иначе под другим углом и вот в это как-то вас мотивирует воодушевляет вы двигаетесь дальше по жизни для чего вам изобилие тогда вы становитесь самодостаточным человеком то есть в вашем понимании знаете вот как когда вы наполнены эмоциями хочется сказать вам море по колено на тогда вашей жизни все складывается тогда у вас есть и опыт и пендакли и знания и абсолютно все опять-таки с духовной точки зрения что я говорила ранее безусловно вы приходите к целостности к самости да когда вы действительно познаете для чего вы воплотились в этом воплощение то есть суть суть жизни в чем для вас смысл вот это если с более высоких уровней на более низких уровнях это вот как раз таки когда вы становитесь независимым человеком у вас есть финансы у вас есть опыт у вас есть знания вы можете двигаться вы нигде не зависаете да вы опять-таки знаете не могу сказать 100 процентов что вы управляете своей жизни потому что все равно где-то фонит вот здесь вот это вот что вот куда меня вытащит судьба я как будто бы ей доверяюсь и иду на то есть нет вот вы вы все равно убегаете от ответственности того что я выбираю свой опыт где-то все равно какие-то вот сомнения проходят а то есть выражение может рассосется вот это вашем случае но есть не рассосется ладно тогда я уже возьму ответственность вам по если рассосется это вообще супер да я не при делах вам в этом состоянии любви дается возможность фантазировать мечтать понимаете вот это вот ваши стихи и вы как рыба в воде вы тогда начинаете мечтать у вас тогда рождаются какие-то идеи это знаете как вы же творческие люди у меня двоечки вот именно в этом состоянии так потому что в стихи и писать да то есть вот использует вот эту вот энергию и всю свою эмоциональность в направлении создания чего-то да то есть фантазии воображение с одной стороны а с другой стороны у вас сразу появляется какая-то такая знаете жадность не отдам да не отдам все мое и вы хотите как можно дольше побыть в этом состоянии да то есть удержать то что имеете ну что сказать двойкам когда выпадает аркан звезды аркан звезды это всегда показатель какой-то знаете вот опять-таки духовность здесь тоже же проходит то что я говорила ранее да это состояние вашей души это стремление к реализации какого-то своего внутреннего внутренней какой-то своей задачи вы четко чувствуете понимаете на для чего вы созданы и вот ваше желание и стремление быть таким знаете чистым вот чистота души и в кавычках какая-то некая такая непорочность это вот ваше внутреннее состояние то к чему вы стремитесь самом деле по аркану звезды держать эту чистоту вот вы надеетесь на это вы живете в этими знаете как-то надеждами веры надежда вера любовь вот это все про вас для этого вам нужны изобилия и я не думаю что вы как-то на бытовом уровне как-то бы реализовывали там не знаю что-то бы себе купили нет вы не такой человек вы больше человек состояний на больше человек каких-то эмоций ну и творческие люди на кто-то бы здесь рисовал кто-то стихи писал музыку писал бы да кто-то что-то может быть создавал творил ну вот здесь вот про такое это дать как ваша внутренняя наполненность я не знаю это вы это ваша суть это ваша природа то есть вы себя вне любви никак не видите то есть здесь нету такого что для вас вот это вот изобилие это часть вас мы говорим вот если бы вам отрезали там я не знаю какую-то часть вашего тела как бы мы могли жить вот здесь вот точно так же то есть для вас любовь это вот это вот очень важная такая составляющая для этого вам нужны изобилие изобилие эмоции хорошо это была вторая позиция и мы с вами переходим позиции номер три зелененькому камешку ну что значит для вас изобилие тройки ну я виноват дьявол выпадает тройки и диаба это ваша любовь то что я говорила в принципе в эфире да то есть наивысшая постась дьявола это осознанность знаете если смотреть на людей со мной же всегда остаются люди на постоянной основе до приходит кто-то новый но вот основной костяк остается так вот если вас разделить на три категории у нас получается что первая позиция это люди такие знаете теоретики как и их называю голова стеки который вот много думает обдумывает двойки это всегда творческие люди это вот прям душа состояние полет и все такое и тройки у меня либо люди которые занимаются практиками либо серьезные такие тоже духовные но то есть если допустим по первой позиции у нас идет наука то по третьей позиции у нас идет маги магия в контексте именно вот как-то знаете творением материализации чего-то поэтому здесь тоже про духовность но не как-то теоретическую да ну то есть если в первой позиции у меня были бы мистики это люди которые вот через занимается магией через молитвы через призыв ангелов аханилов сил света вот то здесь по третьей позиции люди которые могут заниматься ну разными другими магическими моментами да это не про черную магию нет и это вот ритуальная какая-то да что-то связанное с ритуалами но здесь могут быть даже и и оккультно но все же разница все равно есть между позициями вот о чем я хотела сказать что значит для вас изобилия для вас изобилия аркан дьявола это архангел уриль это архангел который как страшно страж который стоит перед эдемским садом вот аркан дьявола здесь у нас как разки говорит это как управитель материи поэтому все что связано с материей так или иначе и осознанность в том в том числе этим у нас управляет аркан дьявола поэтому изобилия для вас это все что пронизывает наш материальный мир это может быть любая энергия то есть это не только власть это не только сила это не только деньги и финансы это может быть безусловно все пороки все искушения но это в общем на если одним словом назвать это наш материальный земной мир поэтому для вас изобилия это все что не чуждо нашему материальному миру давайте его уточню что еще значит ну и выпадает туз пендаклей да то есть это вот изобилие для вас это всевозможные шансы то есть если это и материя деньги то это то что дает вам шансы на что шансы на то чтобы выйти из своих каких-то ограничений да то есть то что вас ограничивает ну например если кого-то ограничивает что-то в передвижении то изобилие это шанс я не знаю приобрести например какой-то автомобиль на то есть если я хожу ногами вот хочется приобрести автомобиль если у меня например нет возможности пойти куда-то учиться то здесь это будет шанс расширить как-то свои знания то есть все что в моей собственной голове по восьмерке мечей лично я то что вводит меня в ступор то что он не дает мне дальнейшего движения всевозможные рамки то есть мечи это все-таки мыслительные процессы это в голове это то куда мы себя вгоняем исходя из своих собственных убеждений каких-то может быть ограничений рамок заблуждений поэтому изобилие это тот дьявол да это тот мастер хозяин который управляет материальным миром и дает вам возможность выйти из ограничений в которых вы сами себя загнали то есть дает вам какую-то возможность дает вам какой-то шанс изменить свою жизнь это у меня даже семерка мечей перевернута обычно вся колода прямая опять-таки что значит семерка мечей семерка мечей как раз таки здесь восьмерка у нас была и семерка на краски говорит о том что здесь у нас походит некий такой самообман это когда человек хочет старым способом достичь каких-то новых результатов и при этом это тот человек по семерке мечей у которого есть оригинальные такое мышление хочется сказать уроническое то есть непредсказуемое это люди революционеры которые идут впереди своего времени как знак зодиака водолея так вот здесь когда вы не используете свое абстрактное мышление для решения каких-то задач на вот вы сами себя загоняете в эти рамки и для вас изобилие это как раз таки возможность использовать своих каких-то иррациональных мыслительных процессов да то есть как так сказать я не знаю например кто-то хочет придумать какой-то не знаю прибор да почему там писал голову пылесос только он какой-то вот не необыкновенный пылесос он создан по-другому и вы знаете что на рынке есть пылесос а вот вы хотите придумать как-то свой чтобы он вам помогал как-то по-другому чтобы он был удобный чтобы он был более практичным так вот в контексте этой метафоры это не есть такая метафора вы вот вам нужны деньги чтобы создать что-то что помогало бы вам выйти из ваших каких-то ограничений то есть деньги вам как будто бы открывают какие-то двери до дают вам ключей том чтобы вы ну допустим вы бы хотели что-то в своей жизни но из-за того что вам не хватает возможно денег да вы вынуждены себя вести как-то так а вот допустим если бы были деньги кто-то из вас мечтает открыть например свое какое-то ателье либо какой-то свой бутик да но денег нет и поэтому приходится мне шить допустим на дому но вот если бы были деньги я бы открыла бутик то есть понимаете да то есть как-то вот по-другому я бы подошла к этому вопросу а денег то нет и здесь это показатель того что вот это вот ваше мышление оно вас ограничивает что да безусловно денег нет сейчас но можно же что-то для этого сделать включить свою голову а вы не хотите включать свою голову вы хотите вы не вы не обычный человек то есть в контексте чего в контексте того что вы мыслите неординарно а вы хотите себя загонять в рамки ординарности то есть быть как все а у вас так не получается и поэтому вам карты это и показывает для чего вам нужно еще изобилие ну вот знание выпало смотрите верховная жрица до маг и верховная жрица здесь точно для кого-то магичить в контексте чего я не знаю может быть закупать какие-то предметы да кто-то магичить хочет а кто-то может быть просто хочет получать какие-то знания более сакральные более глубокие которые допустим очень дорого стоят до либо ходить каким-то мастером который очень дорого стоит для чего для того чтобы двойка кубков для того чтобы с гармонизировать свое внутреннее состояние и внешний мир до для того чтобы пришло вот это вот успокоение да вам как-то вот баланс нужен может быть наоборот знаете есть очень много идеи как-то их реализовать не можете может быть здесь есть очень много знаний до приобрели а продать их не можете и вот вам нужны как варианты деньги что вы наняли какого-то профессионала вашего он продавал ваши услуги то здесь все приходит конечном итоге двойки кубка двойка кубков это про гармонию гармония внутри нас про любовь про умение на здесь вот десятка педаклей на дне взаимодействия то есть вот именно какая-то вот стабильность нужна да вам просто необходимо внутри ощутить эту стабильность потому что здесь есть какая-то вот неуверенность то есть я вроде бы это сделаю мне это нравится получится не получится а надо или не надо здесь вот какие-то сомнения и хитрости хочу посмотреть чем связан самообман в чем вы себя обманываете ну вот как раз и в том что либо у вас нету денег либо король педакли либо не хватает какого-то фундамента ощущение того вы себя обманываете в том что вы как будто бы не можете взаимодействовать с финансовыми потоками да с энергией которая выражает себя финансовым эквивалент финансов вот здесь вот как будто такое почему вы так считаете королева пендакли потому что здесь такое ощущение что не хватает да просто денег и не хватает поэтому я считаю что вот я и деньги это вообще несовместимые вещи хотя здесь очень много убеждений по поводу денег по поводу финансов и поэтому если бы у вас были деньги да вы бы внутри себя чувствовали более безопасны а деньги вам нужны для каких-то знаний хотя верховная жрица у нас тоже говорит о балансе между духовным и материальным между двух сил принимающий и отдающий и двойка кубков тоже у нас говорят о двух силах принимающих и отдающие то есть вам как будто бы знаете вот сбалансировать себя надо каким-то образом я вам кажется что у вас не получается что какие-то перекосы идут в одну сторону ту другую хорошо для чего еще вам нужны изобилия чтобы выйти из какой-то своей своего апатического состояния когда ничего не хочу и начать взаимодействовать настроение давайте так скажу хоть для поднятия настроения для желания для мотивации да потому что сейчас вы как-то закрываетесь до отстаивать что то есть вам приходится все время доказывать свое мастерство что вот я либо у кого-то из того что нет денег да человек не может погрузиться в свое мастерство ну то есть заняться своим хобби заняться своим каким-то делом потому что надо отвлекается на поиск заработок и денег в другом месте хотелось бы вот своим делом заняться своим хобби это один момент а другой момент на на все время доказывать доказывать что я мастер почему потому что как-то ну то есть когда буду у меня денег нет здесь какое-то такое знаете убеждение очень интересное что у меня денег нет и люди могут подумать что я не мастер на самом деле действительно хороший мастер но то есть здесь как будто бы знаете какое-то понятие если я хороший мастер значит я должен дорого стоить и у меня должны быть деньги а у меня денег нету и я дорого не стоит значит люди думают что я не хороший мастер ну не профессионал а вы действительно профессионал только вы как будто бы не продаете себя правильно ну либо не умеете продавать что здесь деньгами здесь какие-то убеждения что у вас убеждение что за убеждение по поводу денег так и что деньги дают удовольствие а все я поняла смотрите у вас есть убеждение что когда у человека много денег да он тогда знаете показывает радостный наполненный счастливый и это вызывает зависть то есть здесь вот как будто бы вы боитесь осуждения критики зависти если у вас будет много денег да здесь как то так то есть кого из деньги его всегда критикуют ну точно становится предметом критики и и за денег есть такое же убеждение что из-за денег всегда есть какие-то ссоры особенно если это в семье да то есть допустим какой-то семейный бизнес и когда очень много денег люди из-за этого начинают ссориться и рушатся какие-то вот семейные узы да поэтому лучше в свой бизнес близких родственников не брать да то есть вот здесь тоже есть такое как какая-то хитрость агрессия здесь понимаете с одной стороны у нас выпадает десятка кубков это наполненность это удача это счастье это радость с другой стороны пятерка мечей то есть это ссоры это конфликты это боль это агрессия ну негативные какие-то эмоции да то есть и с одной стороны пик эмоции а с другой стороны противоположность вообще негатив то есть деньги они как-то либо забирают у вас радость там ну то есть сами смотрите здесь у каждого свое будет убеждение но она имеет отношение именно к наполненности эмоциональной и с другой стороны то есть когда я эмоционально наполнены я мне начинают там я не знаю завидовать либо палки в колеса всовывать здесь что-то такое убеждение все которые крутятся вокруг этих двух понятий да то есть негатива и полного счастья либо может быть вариант то есть если мне везет в деньгах то мне не должно везти в любви а поскольку я хочу любви поэтому мне в деньгах не везет вот что то здесь такое тоже может быть еще раз пишу для чего вам изобилия для того чтобы ощутить свободу по шуту для того чтобы ощутить свободу с одной стороны а с другой стороны шут у нас всегда говорит про свободу нашем сознание расширение нашего сознания получения опыта для души важен любой опыт и здесь расширение свобода вне рамок нашего сознания поэтому деньги вам помогут снять какие-то ограничения в голове я не знаю каким образом вы это делаете да что там какой в какой ступор вы сами себя вгоняете своими убеждениями но деньги они вам дают какую-то свободу ощущения безграничности какой-то такой легкости движения то есть без денег вы как будто бы скованы и колесо фортуны кстати тоже аркан денег колесо фортуны что он дает изобилие тогда колесо фортуны может закрутиться и фортуна вам улыбнется удача вам улыбнется вам дают стабильность деньги вам дают стабильность понимаете это фундамент для вас потому что что шутку нестабильные что десятка колесо фортуны тоже нестабильные изменения вот вот изобилие дает вам какую-то стабильность. Для чего вам стабильность? Чтобы идти в новое. Понимаете, когда есть опора под ногами, вам легче и проще идти в новое. И к чему мы приходим? К пузу кубков. Вот как раз-таки тогда мы и приходим к любви, тогда мы приходим к этой наполности. Как ни крути, ни верти. И я всегда говорю, что тройкам важны деньги, важны финансы. Но если быть максимально откровенным, вы очень чувствительные люди. То есть любовь. За, так скажем, замазкой меркансильности, если так это можно назвать кавычкой, скрывается человек, который ставит в голову всего любовь. Но почему-то внешне вы кажетесь человеком таким, у которых в приоритете финансы, материя, дьявол. А на самом деле туз кубков. Полная любовь и счастье. Счастье и любовь. Вот для чего вам нужны деньги. Хотя все карты до этого показывали, указывали на то, что вам не хватает денег, стабильности. Но это все-таки, когда у вас есть деньги, тогда не то, что вы за деньги можете купить любовь. Нет. А у вас есть вот эта вот некая такая опора, да, фундамент, безопасность. И вот теперь я могу любить. Теперь у меня безопасность. Вот туз мы и оставим. Перекроем все арканы, в том числе и дьявола. Это у нас была третья позиция. Вот такой расклад у нас с вами был сегодня. Хочу пожелать вам всем отличной недели. Еще раз поблагодарю за эфир, который у нас был. Вы смотрите этот расклад уже в понедельник, так как он в записи. А я его записываю сразу после эфира. И, ну, надеюсь, вышло неплохо. Скорее всего, отлично. Потому что «не плохо» тоже содержит в себе негативную частичку «не». А мы все-таки про позитив, поэтому все было замечательно. Желаю вам прекрасной, солнечной, продуктивной недели. Удачи, света вам, любви, счастья, здоровья. Всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok